Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Багровый пик 2015 года. Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон, кроме неё. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснёт. Обряд. Студент духовной семинарии отправляется в Ватикан учиться экзорцизму. При этом он сомневается как в этой противоречивой практике, так и в религии как таковой. Лишь когда он становится учеником легендарного отца Лукаса, который проводил обряд изгнания дьявола тысячи раз, его скептицизм начинает таять. Экстрасенс 2011 года Действие картины происходит в 1920 году. Учёный-скептик приезжает в загородную школу-интернат, где по слухам наблюдается повышенная спиритическая активность. Сначала она уверена, что сможет развенчать этот миф, но затем пугающая встреча со сверхъестественным заставляет её изменить своё мнение. Синстер 2012 года Вместе с семьёй автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия. Были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не даётся даром. В доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой жизни его близких. Они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Красная шапочка» 2011 года Валери, девочке в красном плаще, предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем, на личном фронте у Валери тоже не всё просто. Мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, когда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека. Колумбияна Кат была всего девять, когда на её глазах неизвестные жестоко убили её родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат – профессиональный убийца. Во что бы то ни стало, она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону Луся. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей – это её возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка. Продолжение следует... Продолжение следует... Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!